Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж и мы продолжаем. И сегодня я вам сниму обзоры про горизонтальные карбюраторы Delorte. Расскажу, что вообще такие, какие виды есть горизонтальных карбюраторов и в частности индивидуально про эти карбюраторы. Что это за карбюраторы? Сразу скажу, что данные карбюраторы продаются. Чуть позже расскажу, где и как их можно купить. Во-первых, то есть есть три основных вида горизонтальных карбюраторов. Это Weber, Delorte и Solix горизонтальные. Но получается, я лично ездил на всех видах и на Weber и на Solix и на Delorte. Solix не рекомендую горизонтальные. Они плохо настраиваются. Обычно они в плохом состоянии. То есть настроил, они там, настройки ушли. А вот Delorte и Weber они в принципе хорошие, что те, что те. Я лично до этого ездил на Weber. Сейчас у меня, вот смотрите, на моем 16 клапанике стоят такие же Delorte, один в один с этими. Все отлично работает. То есть можно ездить хоть на холостых, не париться, хоть навалить, без разницы. То есть они ездят везде. Данные вот эти карбюраторы. Это карбюраторы с моей боевой 2107, который я строил. У меня на канале есть видео про то, как она ехала. То есть можете посмотреть. Проект закрыт, то есть поэтому и продается. Будут интересные у нас впереди проекты новые. Все интересное впереди. Данные карбюраторы точь-точь в один в один точная копия вот таких карбюраторов, как стоят у меня на 16 клапанике. Они стояли на 8 клапанике классическом боевом, со злым распредвалом. Они полностью точная копия. Здесь диффузоры увеличены до 37 миллиметров. Зачастую с завода на 40-х карбюраторах идут диффузоры 30, там 32, здесь 37. Доработаны там жиклеры под них, то есть валит, грубо говоря, очень сильно. Так же самое, как и мой 16 клапаник на таких карбюраторах. В принципе, у меня с этими карбюраторами машина едет 6 секунд до сотни. То есть и 4-х литровые иномарки можно объезжать. Многие задают вопрос по поводу горизонтальных карбюраторов. Ой, там расход 40 литров, это все миф. То есть я больше десяти лет езжу на горизонтальных карбюраторах, они стояли у меня на различных машинах, на различных виделях. То есть и на москвиче у меня, и на 2007, и на восьмерке с 8-клапанным видем, и вот с 16-клапанным. То есть и 40-й, и 45-й, и ВБРА, и Ледерсольф. То есть я много лет занимаюсь этими карбюраторами, то есть опытом у меня уже по ним вагон. Я на них езжу каждый день. Если ездить просто каждый день, у них расход, грубо говоря, не изменяется от обычного карбюратора. Потому что расход у нас зависит от нескольких факторов. Это от качества смеси, и от объема, и от оборотов двигателя. То есть объем, грубо говоря, у нас не меняется. Качество смеси, оно такое же, грубо говоря. И при тех же оборотах, когда вы едете, машина, ну, расход будет тот же. То есть не может он никак там стать 40 литров. Чтобы был там расход 40 литров, надо, чтобы машина лила, тут бензин, богатая смесь у вас, оно работать не будет. То есть в чем просто преимущество? Здесь на каждый цилиндр отдельно готовится смесь. Поэтому оно готовится эффективно и на каждый цилиндр. Хорошая смесь и образование. И двигатель из этого хорошо едет и с низов, и дальше. Ну, в принципе, зависит там еще от распредвала. Я имею ввиду, если на стандартном распредвалу, он будет ехать с самых низов. И... А вот, допустим, что позволяет им валить так сильно? То, что у них большая пропускная способность, во-первых. Во-вторых, впуск в них равнодлинный. И, в-третьих, впуск в них получается короткий. То есть расстояние от дроссельной заслонки до клапана минимальное. То есть нажали. Чем ближе дроссельная заслонка к клапану, тем лучше реагирует. И двигатель на нажатии педали газа. То есть, грубо говоря, когда вы едете, у вас есть запасы под педалью газа. Потому что, когда вы едете, спокойно там заслонки практически не открыты. Они там вообще на минимум открыты. Когда вам надо навалить, открыли и улетели. Откуда идет такой миф, что типа расход там типа большой? Потому что такие карбюраторы ставятся на заряженные двигатели. Соответственно, понятно, что там и обороты совсем другие. То есть и на этих машинах спокойно не ездят. На них наваливают. Но даже при наваливании все равно там мега расхода никакого не будет. Если вы возьмете стандартный двигатель и начнете его долбить в отсечку гонять, то у вас тоже будет расход приличный. А если вот просто ездить, я езжу каждый день, то есть и не парюсь. А вот по трассе они вообще там практически в расходе счет даже грубо говоря меньше будет, чем на обычном карбюраторе. Особенно если карбюратор как зачастую ушатанный и там льет тот бензин непонятно куда и непонятно какое там смеси образования. Всем кому интересно данные карбюраторы. То есть можете купить. Я оставлю ссылку на свою группу в контакте. То есть там есть и фото, цена и описание. Пожалуйста обращайтесь. Также я продаю и свои карбюраторы. То есть короче два комплекта продается. Потому что я 16 клапаник этот раз продаю. В предыдущем видео вы можете посмотреть. То есть сюда будет установлен 8 клапаник на ОМЕАС ОЛИКС и 33 с параллельным открытием. Так что два комплекта вот горизонтальных карбюраторов. Они полностью одинаковые по доработкам. Кому интересно обращайтесь. Также я оставлю ссылку на свои контакты, сайт Драйд 2.ру, Инстаграм. То есть у кого есть какие-то вопросы обращайтесь, расскажу, покажу. Всем спасибо за внимание. Всем до свидания.